всем привет в этом видео будем создавать модель вот такой вот бутылочки давайте покажу секционный анализ и продемонстрирую что это твердое тело с толщиной стенки здесь по-моему полтора два миллиметра и так приступим так для начала давайте на виде спереди я создам эскиз просто линия вверх так создам еще вот такую линию так клавиша d пусть будет 50 миллиметров ну в принципе такого эскиз для начала хватит далее перехожу в surface выбираю revolve так только здесь нужно выбрать профиль и ось вращения так нажим ok далее перейдем на вид сверху создадим здесь эскиз так нажму клавишу p и пожалуйста проецируй все это вниз так нарисую горизонтальную линию и с помощью сплайна соединю здесь вот так пара точек здесь значит так налажу взаимосвязь horizontal здесь ну и как-то вот спозиционирую все это так зеркально отображу этот элемент нажму ok near sketch далее создам еще один эскиз на вид сбоку клавиша p спроекцируем наш эскиз так слайс нажму а он тут особо это и не нужен и с помощью сплайна точно также две точки задам здесь так пусть будет это horizontal vertical так же так ну и каким-то вот таким образом все это спозиционирую нажимаю finish catch далее попробую значит sweep выберу эти два контура и выберу пасс так включу видимость первого элемента видим что здесь вот все вывернулась поэтому поставить лучше параллельно все это нажимаю ok вот такой вот элемент здесь получился далее предлагаю создать патч снизу с помощью stitch сшить два элемента клавиши f или fillets округления так пусть будет десяточка и нажму окей так пожалуй немножко перемещу вглубь миллиметров на 6 так ну посмотрим что получится далее я применю инструмент паттерн круговой массив и применю значит поставить борис и пять раз скопирую их выберу инструмент trim и сначала выбираю trim tool то есть элемент и буду тримить вот эти вот части то что подсвечу за красным будет удалено а вот так теперь я убираю опять trim tool убираю этот элемент и вторую стенку удалить повторю все это для остальных элементов так получился вот такой элементе давайте с помощью stitch все это сошьем так клавишу f и попробуем накинуть сюда филетов например 5 миллиметров так а если например 8 в принципе 8 миллиметров мне нравится нажмем ok но теперь нам нужно создать горлышко я просто применяю инструмент extend выбираю это ребро ну и как-то пропорционально например я хочу где-то вот здесь сделать горлышко поэтому я создам эскиз еще раз клавиша p спроецирую тело и с привязкой вот к центральной линии центральной точки создам здесь как-то вот так тоже линия surface убираю опять револф на 360 градусов далее в помощь инструмента лофт я соединяю эти два ребра ну что могу здесь поставить например кривизну g2 нажму ok теперь можно все это сшить в браузере видно что это одна поверхность и так такая заготовочка у нас получилось на далее что можно сделать передал на вид спереди создам эскиз на самом деле так сейчас сделаю такой прямоугольник для чего нужно чтобы эскизы были у меня замкнуты так этот фрагмент удалю а в данном случае я делал вот такую-то волну делая с помощью это split body создавал он такой волнообразный вырез и с помощью пайпа все это патча потом но данный метод очень ресурсоемки на самом деле здесь этот переход плавно может очень хорошо очень хорошо может скажем закрашивать компьютер в этом случае я буду делать просто небольшие такие вот косые насечки что ли так пусть будет 15 миллиметров 30 45 вот так перейду значит инструмент extrude и симметрично проэкструдирую обе стороны с операцией cut нажму ok и так получился вот такой вот у нас элемент с летающими такими ребрами далее и опять создам эскиз на вот этой плоскости и нажму клавишу p проецирую этот элемент этот ну и вот эти два так я пожалуй создам вот такой вот элемент и с этой стороны а сейчас попробую объяснить зачем это вспомогательная геометрия некоторая но пусть будет здесь например 10 миллиметров и и здесь 10 миллиметров далее я вызову инструмент арк так мне нужно будет по трем точкам то есть 1.2 и я вот тяну это так наверное 10 много пусть будет так наверное 10 много пусть будет 4 ну либо 6 здесь 6 так арк туга по трем точкам и вот так все это сделаю сейчас обязательно нужно поймать привязочку касательности тогда будет все аккуратненько и ровно финиш кетч далее перед обратно в surface выберу инструмент свип хотя на самом деле можно выбрать инструмент лофт выбрать 1 контур 2 и выбрать guide rail 1 и 2 так интересно здесь можно ли поменять кривизну всего этого так я думаю можно лучше не стоит так оставим здесь g0 потом это все выроню скруглениями так эскиз надо наш вернуть но это же самое повторю для вот этих двух элементов так отключаю видимость нашего эскиза все выделю и применю инструмент stitch так далее так клавишу f нажму и попробую применить сюда филеты например 10 миллиметров так выберу все ребрышки и попробую применить к ним фильтр 10 миллиметров нажим ok из-за того что у нас guide rail есть с этой стороны вот с этой здесь их нету то есть на виде сбоку это вот здесь поверхность в проекции скажем даст прямую линию но она начинает искривляться вот такие вот интересные насечки пошли так попробуем а теперь задать утолщение с помощью инструмента текен например на 1 миллиметр и так получилось создать вот такой вот такой бутылочку давайте перейдем solid и выберем инструмент pipe здесь значит квадратного сечения выберем примета внешне ребро ну и зададим так здесь два миллиметра два хватит только сделаем new body и нажмем ok выберу это тело опущу его чуть пониже где-то до сюда и нажим ok далее про с помощью комбайна я объединю это ну а уже с помощью пресс-пула можно как-то визуально все это немножко изменить вот так нажим ok можно накинуть какой-нибудь материал мы посмотреть как на нем отражается свет и так получилось вот такая бутылочка с такими вот рифлениями на поверхности ранее я создавал бутылочку вот с такими рифлениями компьютер очень не хотел его строить были очень проблемы большие подвисания особенно при операции создания утолщения то есть чем сложнее и массивнее то есть в количестве будет ваша геометрия тем сложнее будет потом создавать утолщение то есть здесь были очень резкие глубокие переходы которые раз очень часто при скажем каком-то пороге например вот если сместить еще наполовили миллиметра внутрь то есть по кривизне то он уже не дал создать толщину для данной поверхности и сделать тело то есть в данном случае получилось все очень быстро и вот такой вот на мой взгляд симпатичный результат у нас получился а на этом и данное видео заканчиваю спасибо за внимание желаю всем творческих успехов ставьте лайки пока